Девчонки, всем привет! Как вы поняли из названия видео, сегодня мое очередное видео о пустых баночках. Все то, чем я пользовалась в апреле месяце, что у меня закончилось, и какое у меня сложилось о них мнение. Если вам интересно узнать, что это были за пустые баночки, какое мнение, тогда я вас, конечно, приглашаю к просмотру, и начнем. И для тех, кто первый раз зашел ко мне на канал, первый раз со мной знаком, будем знакомы, меня зовут Ирина. Ну так вот, девочки, начнем. У меня получилась вот такая вот корзиночка. Буду доставать каждый продукт и просто рассказывать вам, что у меня сложилось, какое мнение сложилось. Первое, что мне попадается под руку, это вот такие вот влажные салфетки от фирмы Лента. Это их, именно этого магазина салфетки, детские с алоэ вера, 70 штук. Огромный плюс заключается в том, что у них очень качественная упаковка, у них замечательно сформирована сама вот эта вот салфетка, и насколько она пропитана достаточно не сильно влажной, и не сухие, знаете, ну классная просто цена, качество, соотношение, и в принципе у ребенка они не вызывали раздражения, и за это большое спасибо могу сказать данным салфеткам. Следующая закончилась, это у меня обычные ватные палочки, пушинка, нормальные ватные палочки, которые покупала уже особо даже, знаете, не парюсь. Следующая, это тоже у меня, я брала на пробу фирмы Лента, ватные диски, их здесь 80 штук, они двойные, с прошедшим краем, обычные ватные диски, которые мы используем каждый день, и в принципе столько они стоят, как бы неплохие, могу сказать так. Следующая, сейчас буду просто покажу сразу же мелочевку, и перейдем к каким-то более интересным вкусняткам. Следующая, что у меня закончилось, это вот такой вот пробник от фирмы Лакост, после использования данного пробника нет повреждения покупать полноразмерку, то есть не особо меня впечатлил данный аромат, не особо мне захотелось пользоваться им дальше, то есть, ну попользовалась этим миллилитром, ну и спасибо на этом, то есть как бы вот так вот, не особо впечатлил меня. Он мне попадался, кстати, в коробочке красоты. Кто не видел, что у меня там за набор был разных парфюмов, проходите вниз по моему каналу, вы там найдете, я там распаковываю коробочку Ольбокс. Ну так вот, следующее, что выбрасываю, это уже от фирмы Шесей до Био, вот так, супер увлажнение, супер питание, не могу прочитать, не буду врать, это вот такие вот две малюточки, у меня был период не так давно, вот именно начало февраля, когда у меня кожа безумно просто высохла, когда она меня просто бунтовала, и вот эти две малюточки прекрасно мне помогали, чтобы ее хоть как-то успокоить, восстановить, напитать, и действительно очень много питательных средств в данном креме, я думаю, что это очень хороший крем будет для более взрослой кожи, либо для людей, у кого очень сухая кожа, и на вот этот крем замечательно ложится косметика, пудра, то есть, девочки, если будет возможность попробовать данные миниатюрки, конечно же, попробуйте, и думаю, вы тоже останетесь довольны. Следующее, что выбрасываю тоже от фирмы Shiseido, это Benefiance, у Rye Crevis 24 часа, это вот таких вот две малюточки, по 7 миллилитров, это у них увлажняющий, балансирующий софнер, с комплексным, комплексный против морщин, ну, как таковых у меня морщин нет, слава тебе, Господи, вот эти вот средства мне нравились именно как увлажнение, я их наносила не ватным диском, я их именно лила в ладошки, и просто похлопывающими движениями распределяла по лицу, в принципе, неплохие, думаю, если будет возможность, конечно же, возьму полную размерку, чтобы побаловать свое личико, классные продукты, и как уже повторюсь, если будет возможность попробовать какие-то такие миниатюрки, конечно же, девочки, попробуйте, и думаю, вы тоже будете в восторге, никаких высыпаний у меня данная косметика не вызвала, ни раздражения, ни чесалось ничего, то есть вообще как бы классно, несмотря на то, что у меня кожа очень сильно чувствительная, следующее, что выбрасываю, и прям с удовольствием, это, как я уже как-то, я говорила в своих пустых баночках, то, что мне сильно понравился, Кэрри Мэйсон, это гель для удаления кутикулы, я его как-то покупала в обычном магазине, а вот на покупку вот этого магазина, я нарвалась его, по-моему, в центрообувь, и хочу сказать, то, что вот я его использовала половину, и он безумно сушит кутикулу, особо он ее не убил кутикулы, и особенно, ну как-то, знаете, абсолютно негатив, и больше не хочу им пользоваться, хочу быстрее выбросить, фу-фу-фу, то есть не могу посоветовать, девочки, не вздумайте его брать в центрообувь. Следующее, что выбрасываю, это а-ля Tangle Teaser, но это покупка из FixPrice, я ее покупала достаточно давно, немного ей пользовалась, и последнее уже время ей пользовался мой ребенок, он расчесывал кота. Когда я только ее купила, я попыталась расчесывать именно влажные волосы, у меня просто есть такая страсть именно расчесывать влажные, даже мокрые волосы, после того, как я принимаю душ, но нет, данная расческа, она выдирает волосы, и у меня не было ощущения какого-то комфорта при ее использовании. Так что ни разу не пробовала расческу Tangle Teaser, может быть, когда-нибудь получится. Мне действительно понравятся данные щетинки, в данный момент времени выбрасываю, и аллилуйя, слава богу. Следующее, что буду выбрасывать, это лактофильтром 60 таблеток, которые обещают нам о том, что мы очищаем свой организм, и постепенно мы становимся просто красавицами, с чудесной кожей, и у нас нет никаких проблем с нарушениями микрофлора в кишечнике, в том числе в результате, когда мы принимаем антибиотики в комплексной терапии синдрома раздражения кишечника, гепатитов, цирроза печени, аллергических заболеваний, дисбиозового галища, представляете, я даже это не читала. Это даже детям можно принимать от года. Но чудес я не увидела на своем лице, очищения как такового я не поняла, может быть, он что-то вычистил, и может быть нет, но для меня оказалась бесполезная штука, которую я, наверное, уже больше не куплю, и буду искать какие-то другие альтернативы, может быть, и найду какие-то абсолютно, простые, так что вот так вот, нет, больше не куплю, простите меня компанией Лактофильтром. Следующее, что я буду выбрасывать, это зубная паста 3D White, та паста, которую я покупала и покупаю, это уже только 3D White Fresh, классно очищает, классно освежает дыхание, и мне нравится использовать ее, у нее хороший объем, хорошая цена, любо-дорого, почему нет? То есть вот такая вот пасточка, здоровская вещь, мне нравится. Следующее, что я выбрасываю, это паста уже ребенка, и выбрасываю я прям скорее-скорее, потому что она меня дико раздражает, это паста, которая, детская келевая зубная паста, которая с апельсиновым запахом, боже мой, это настолько химозный апельсиновый запах, от которого у меня стал реветь ребенок, то есть у ребенка никогда не было проблемой такой, чтобы он поплакал от того, что я вызову чистить зубы, а тут, когда он видит эту зубную пасту, даже просто деталь жид, он прям, знаете, судорожно вздрагивает, и говорит, мама, нет, поэтому девчонке не могу советовать, вот реально деткам ее покупать, хоть у нее и цена достаточно, не сильно дорогая для детских именно, уходовых средств, но нет, девчонки, возьмите лучше что-то подороже, как я уже говорила, к примеру, Рокс, которая ни вкуса, ни цвета, ни запаха, но вполне очень приятно и комфортно очищать и детские зубки, поэтому вот это вот выбрасываю, и вот, ну не могу советовать. Следующее, что я выбрасываю, это пена для бритья, Gillette MAP3 Sensitive для чувствительной кожи, гель для бритья, который, ну, очень быстро закончился, и, как вы знаете, вот, ну, очень-очень быстро, поэтому, наверное, покупать больше не будем, но пена у него достаточно хорошая, густая, и, правда, не было никаких раздражений, так что, как-то вот так вот. Следующее, что я выбрасываю, это уже моего супруга дезодорант Adidas, Get Ready, дезодорант и антипреспирант, но могу сказать вам то, что половину данного продукта супруг использовал, ему нравилось, вторая половина, он сказал то, что данный дезодорант, он скатывается, то есть после высыхания происходит именно скатывание дезодоранта, и я думаю, это не очень приятно ни женщине, ни мужчине, а тем более, ну, в любой ситуации, как бы, нужно чувствовать себя, как говорят в рекламе, нужно чувствовать себя абсолютно комфортно, данный дезодорант комфортность не дарит, поэтому, к сожалению, в ИАХ, думаю, больше мы его не приобретем. Следующее, что я выбрасываю, это средство для лица уже мое, от La Roche-Posay, Foclare Doe, это крем-гель, который борется с воспалениями, он белого цвета, если вы увидите сейчас, очень комфортно наносится, после него кожа действительно матовая, он такой вот белого цвета, хорошо распределяется, хорошо впитывается, но я с ним максимально не могла подружиться, и он мне сказал, что он как-то максимально помог с высыпаниями, тоже не могу, поэтому, знаете, такой, ну, был и был, как-то я, значит, не смогла им пользоваться, что-то я, значит, делала неправильно, хотя, знаете, вот отзывов я о нем читала, просто, знаете, там Ода ему слагает, к сожалению, увы и АХ, я его советовать тоже не могу, так как это средство на меня, оно не произвело того впечатления, которое я от него ждала. Следующее, что я выбрасываю, ой, простите, девочки, следующее, что выбрасываю, незакончившуюся, это вот такой вот бутылечек, увлажняющая сыворотка с маслом органа, серия органа капус, то средство, которое, как я уже говорила, оно совершенно не работает на моих волосах, мало того, что после использования данного продукта мои волосы были сухими, мои волосы были блеклыми, они какие-то были неопрятные, и мне совершенно это не нравится, поэтому я просто его скорее выбрасываю и думаю, что больше я его покупать не буду, но его цена, по-моему, она не сильно высокая, сейчас даже не скажу, сколько стоит, первые разы его использования, могу сказать, он как-то мне понравился, да, но потом уже, когда ты им постоянно пользуешься, как-то нет, совершенно волосы после него абсолютно тусклые, абсолютно не расчесываются, и ничего как-то особо он и не делает, так что, какая-то увлажняющая сыворотка, нет, вот, вот, следующее, что хочу показать, это тоже фирма Капус, это флюид для поврежденных кончиков волос, здесь его объем 60 мл, девочки, что могу сказать о данном продукте, в принципе, продукт, который вроде как бы запечатывает кончики волос, которые, в принципе, то, что обещает производитель, он что-то делает, но все-таки, мне кажется, данные средства, именно силиконистые, а здесь содержится силикон, но не могут они устранить причину посеченных кончиков, поэтому, в принципе, как уходовое средство, которое более-менее делает ваши волосы ухоженными, я могу посоветовать, чтобы вы взяли вот такая вот упаковочка, просто плохо видно, так что вот так вот, мне нравится, в принципе, единственное, что вот он у меня так долго заряжался, потому что наступил период, когда у меня совершенно к нему уже рука не тянулась, и как-то мне совсем уже не хотелось ничего наносить на кончики, и в связи с этим он у меня так долго задержался, если бы я им пользовалась именно регулярно и постоянно, он бы у меня уже давно улетел в пустышки, так что вот так вот, девочки, но соотношение цена и качества, и соотношение всех силиконистых штучек, которые я встречала на своем веку, это достаточно недорогое средство, которое очень даже неплохо работает, и знаете, у меня была такая вот ситуация по поводу таких вот силиконистых штучек, я ходила в парикмахерскую, подстригала челку, и у мастера парикмахера спросила, да, у меня посеченные кончики, что вы можете посоветовать, она так посмотрела и сказала, я бы вам посоветовала сделать полировку волос, потому что это очень сейчас модно, я сказала, окей, замечательно, все хорошо, и я такая говорю, а после того, как вот полировка волос, говорю, что-то, может быть, какая-то рекомендация, чтобы волосы оставались лучше, может быть, маслами их как-то, кончики больше питать, либо еще что-то, и она мне подает какую-то марку, я не помню, какая-то профессиональная, но знаете, вот галимый силикон, я его наношу на руку, и реально вот силикон, вот чистый силикон, я такая говорю, так, наверное же, это средство, которое не будет лечить наши кончики, я же прихожу их на чистку, да, для вот эту полировку, чтобы у меня, я дальнейше как-то, мне не возвращаться к этой проблеме, она, знаете, так посмотрела, ухмыльнулась и сказала, приди ко мне на чистку, потом купи вот это средство, и вообще там много-много всего, поэтому, знаете, вот, таком и попался мастер, но все-таки мое мнение заключается в том, что вот именно силиконистые вот такие штучки, они просто помогают создать более, даже не то, чтобы подстригать кончики, а именно создавать более ухоженный вид кончиков, чтобы просто их сберечь от стрижки, но это лично мое мнение, как бы навязывать не могу, вот, следующее средство, это уже будут не волосы, это будет уход за телом, а именно борьба с подкожным жиром, как говорит производитель, это крем-актив от фирмы Floresan, активный сжигатель жира, убирает объем подкожно-жировой клетчатки, я им пользовалась сознательно, с масками, со скрабами, я им пользовалась, пользовалась, но сказать, что он убрал объемы, я не могу сказать, действительно, немножко появился тонус, может быть, от того, что я поменялась в рацион питания, и у меня, я, у меня как бы, я увидела, что я, может быть, чуть-чуть построенела, но сказать, что можно похудеть с помощью какого-то крема, это, естественно, дудки, мы можем просто добиться более опругой кожи, сказать, что это какой-то плохой крем-гель, не могу сказать, но у меня в последнее время, как-то вот, стало раздражать данный запах, вот прям вот активно раздражает, меня как-то многие стали запахи подбешивать, не знаю, в связи с чем это связано, может, потому что они у меня долго стоят в ванной комнате, и приедаются, но как-то особо сказать, что я осталась не в восторге данного средства, тоже не могу, это то средство, которое, мне кажется, оно все равно должно быть в уходе девушки, для того, чтобы просто кожа была подтянутая, более упругая, с этим кремом можно добиться, но то, что вы там будете кушать плюшки, мазаться этим кремом, и вы будете стройны, конечно, это дудки, такого не будет, так что вот так вот, кстати, вот здесь номинал 250 мл, и я сознательно им пропользовалась всю зиму, то есть как бы достаточно долгоиграющее средство, хорошо впитывается, не вставляется пленки, с ним замечательно можно себе сделать самомассаж, либо просто распределить его по щетке, классная штука, которая, но потом, когда вы будете мыться, все равно будете чувствовать, что вы его смываете, так что тоже вам решают девочки, брать или нет, я сейчас хочу попробовать, еще какой-нибудь крем, именно какой-нибудь, ну тоже а-ля сжигатель жира, либо еще что-то, для того, чтобы, знаете, продолжать свой уход за телом, но при этом, чтобы не было вот именно вот этого флорисановского запаха, что-то как-то он мне прям очень сильно приелся, и следующее, что у меня осталось, это фирма Эйзи Спа, шампунь и кондиционер, о которых я рассказывала в своих покупках, у меня они закончились, что могу сказать, мое мнение кардинально не поменялось, но все-таки коррективы есть, в плане кондиционера, это то средство, которое, вот эта вот медовая серия, Макадамия Нот, Макадамия Нот, Ханей, ай, что я делаю, зачем я читаю, вот девочки, вообще мед и орех Макадамии, это кондиционер, который, да, кондиционер, который один в один напоминает мне, ну, не считая запаха, он мне напоминает именно маску для волос от фирмы Гарниер, знаете, вот такая вот идет оранжевая или желтая она, с каким-то тоже орехом, вот то же самое, очень неудобна упаковка данного кондиционера, именно вот этого, потому что, ну, невозможно, когда вот продукт остался уже половиной, его оттуда как-то достать, ну, невозможно просто, это, знаете, какая-то пытка, вот ты стоишь в ванной, пытаешься оттуда его как-то убрать, производителю нужно просто подумать над упаковкой, сделать его немножко по-другому, чтобы хотя бы вот так вот стоял, чтобы удобно было пользоваться, после данного кондиционера, волосы хорошо расчесываются, с укладкой ничего сказать не могу, как я что-то, у меня не тянется рука что-то, что-либо делать, неплохой кондиционер, но его я вряд ли уже куплю, как я уже говорила о покупках, мне теперь хочется попробовать именно вот что-то подобное, имею ввиду фирмы Изиспа, попробовать их маски для волос, вот прям очень сильно его захотелось, потому что кондиционер, он реально густой, он реально похож на маску, и я боюсь представить, насколько будет питательная именно маска, то есть этим меня заинтересовал производитель. Следующее, что хочу сказать о шампуне, он идёт тоже у нас с мёдом и орехом макадамии, это тот шампунь, от которого, который уже в последние, вот когда я его добивала, его нужно просто, я с ним молоком каждый день, потому что видимо мои волосы уже напитались теми компонентами, которые присутствуют в данном шампуне, и уже максимально быстро становились грязными, но после использования данного шампуня, волосы блестели, электролизация, она периодически была, но потом проходила, волосы в принципе послушные, рассыпчатые, они мягкие, продукт максимально смывается с волос, то есть вы не будете ощущать этой плёнки какой-либо, и в принципе они очень даже приятные на ощупь, то есть это неплохая альтернатива этого шампуня, на мои длинные волосы мне на месяц хватило 400 мл, но он густой, он жёлтого цвета, и знаете, у него заключается особенность в том, что он хоть и питательный, но он замечательно смывает масляные маски, то есть два раза промыть голову данным питательным шампунем, и вы собственно говоря добьётесь результата чистой головы, поэтому несмотря на всю его натуральность и питательность, он достаточно мне кажется щелочной что ли, но что-то в нём такое есть какая-то молкость, прикольный кстати шампунь, который сейчас я его естественно покупать не буду, мне нужно что-то другое, но как альтернатива выбрать своим волосам какое-то питание, думаю да, потому что всё равно хочется баловать питательные вещества в свои волосики, как-то вот так вот девчонки, фу, это были все мои пустые баночки, я перед вами вот такая вот вся домашняя абсолютно, сейчас буду их выбрасывать, эти баночки, прощаться с ними, и буду уже готовиться к съёмкам, к покупкам, для того чтобы вам рассказывать уже о каких-то своих, может быть скорее всего у меня теперь поменяется уход за волосами, теперь буду выбирать, так что ждите в новых покупках, если вам конечно понравилось данное видео, поставьте лайки, пишите комментарии, может быть вы что-то посоветуете, сейчас действительно для меня тема очищения организма, именно не худение, а очищение организма оказывается актуально, мне это стало интересно, может быть вы посоветуете какую-то линейку для ухода за волосами, мне будет очень, я возьму к себе на заметку, и конечно же мне интересно послушать ваше мнение, именно о каком-то другом продукте, именно для борьбы с целлюлитом, либо ещё что-то в этом роде, но не косметика, флуоресант, потому что я правда устала от него, вот так вот девочки, как-то было вот так, не забывайте подписываться на меня в инстаграм, я вас тоже там жду, там я тоже выкладываю свои какие-то определённые новости из жизни, берегите себя и своих любимых, с вами была ваша Ира, увидимся в скорых видео, всех люблю, целую, всем пока-пока,